То Бог ель, и я, то Бог наш. Звучит песня. 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 Человек не единым хлебом будет сытый, но всяким Словом Божьим, которое исходит из уст его, человек наполняет свою жизнь добрыми поступками и делами, которые есть спасительные для человека. Поэтому и праздник этот празднуется 18 декабря именно в день представления, потому что Слава Освященный прожил 94 года. За этот период много иноков, которые пришли к вере, они брали пример. И именно Лавра Слава Освященного, она есть и в сегодняшнее время для всех людей тем источником, где люди могут прийти и почерпнуть эту благодать. Когда мы читаем про Святую Лавру Слава Освященного, то мы знаем, что до 30 угодников Божьих, которые просияли именно в этой Лавре, по примеру Святого Преподобного Слава Освященного, уже не считая тех мучеников, которые претерпевали во время гонения, когда было на христиан. И мы знаем таких угодников, как Иоанн Дамаскин, Андрей Критский, наши тоже близкие, которые потрудились для богослужения, излагали песнопения, каноны, и Косьма Маумский, которые просияли именно в этой Лавре. Мы знаем, что Слава Освященный посвящал себя Богу. Он понимал, что только в Господе все возможно человеку, и для Господа только нужно жить. Но тем самым он много творил чудес и для людей, которые обращались, которые просили совета. Для иноков он был послушным рабом. Мы знаем, что когда было восстание монахов, которые и завидовали его жизни, его подвига, то он даже не нужно его было просить, он просто сам молча уходил в пустыню, чтобы помолиться. И мы знаем, что именно Слава Освященный, он множество потрудился для того, чтобы люди, которые приходили, чтобы принять подвиг этого монашеского, инноческого, такого, можно сказать, затворнического образа жизни, они осознавали всю ценность этого подвига. И он никогда не показывал своим примером, что он что-то лучше других, выше. Он был раб Божий, который показывал своим примером и своей жизнью все, что человеку нужно для его спасения души. Что мы берем из его жития? Это берем то, что действительно человек, когда находится, и в сегодняшнее время множество паломников едут к этому месту, Святого Лавру Слава Освященного, то мы знаем, что женщины, они не заходят вовнутрь этой лавры, а только до ворот, где монахи выносят святое масло, чтобы что-то подкормить женщин, а только мужчины. Они заходят внутрь лавры и там может увидеть подвиги этих иноков, монахов, которые там находятся. Мы даже знаем этот колодец, который был выкупан чудесным образом в лавре, когда тоже было время. То и в сегодняшнее время, как говорят, что если только паломников больше будет, то в этом колодце и так и воды больше, чтобы все могли попить. Если уже не знают эти монахи, что когда уже какой-то будет немножко меньше паломников подъезжать, то воды только достаточно для того, чтобы именно прожили эти монахи, которые находятся в послушании этой убители. Господь тоже сподобил, что и я посетил эту лавру. И что было удивительно, это состояние, потому что, смотря на этих иноков, они говорят, что они только в течение дня выпивают стакан воды. Хотя там очень большая жара. И кушают только раз в день. Потому что их подвиги, их молитвы, они показывают, что действительно этот устав, но они поддерживаются. И они прибегают к помощи святого Слава Священу, где мощи его нетленные находятся. Мы также знаем, что там и есть, находятся в этой лавре и келья святого Иоанна Домаскина, с его местным захоронением, гробницей. Также много можно рассказывать про лавру Святого Слава Священного и про его житие. Но хочется сказать, что действительно это удивительное место, где очущается присутствие Божие. И именно человек, который приходит туда, он много может что-то почерпнуть для своей личной жизни, для примера, для своей окружающей среды. Потому и праздник этот совершается, можно сказать, между тоже большими двумя праздниками. Это накануне празднуется память Святой Великой Мученицы Варвары, а после памяти преподобного Слава Священного в нас почитается память Святителя Чудотворца Николая. И именно эти предрождественские праздники, они нам напоминают о том, что человек должен трудиться своей жизнью, нести послушание, свой земной крест, нести какой-то подвиг. И каждый человек лично берет на себя какой-то подвиг, кто может в воздержании и умолчании, кто в пище, кто в больших чтении молитвы, кто какими-то своими добрыми делами. И именно по молитвах угодников Божих, как и преподобный Слава Священный, человек приближается к Богу, к горному Сиону, где непрестанная молитва и славословие Божие. Поэтому и хочется всех поздравить с этим праздником преподобного Слава Священного, с памятью его, чтобы мы, читая или слушая житие его, мы почерпали ту информацию, которая была бы нам полезна для жизни. Потому что множество угодников мы читаем, разные, кто своей жизнью прославлялся, а Слава Священного прославился именно в таком ревностном труде, в воздержании, в пище, в молитве, в труде, в затворничестве, в отшельничестве, которое показало, что Господь не оставляет святых своих, которые уже за свою земную жизнь много потруднили для славы Божьей и для прославления Божьего. Тож, дружи, будем просити молитв святого преподобного Сави Священного, да подасть нам Господь за его молитвами мудрості, сили, терпіння и любови. Слава Богу за все!